Здесь два основных штыка, которые используются в нашей Красноармии. Это штык к винтовке Мосина и штык-нож самозарядной винтовки Токарева образца 1940 года. По штыку к винтовке Мосина у нас в коллекции два вида из минимум четырех, которых мне известно, таких общих. Те два редкие. Это царского образца еще дореволюционного с таким хмутом для крепления его на винтовке и уже модернизированный образец с кнопкой. Дело в том, что в 1891 году был первоначальный вариант винтовки Мосина принят на вооружение в 1930 году. Прошла его модернизация и в том числе поменялся и система крепления штыка. В принципе, другим особо ничем изменений не претерпело. Говорят, что такие штыки прям супер негуманные, поэтому от них отказались, что они там разрывались. Ну да, здесь вот если срез посмотреть, он в виде креста и наносил такую рану, которую очень трудно было заживить. Эти штыки были запрещены Венской конвенции, но Россия не подписала ее. То есть, соответственно, она использовала этот негуманный, но в плане разгрома врага, то есть как бы тут иногда не совсем уже гуманности, а до результата. Второй образец, второй по массовости можно сказать, это вот штык-нож самозарядной винтовки Токера образца сорокового года. Его назначение это колющие удары, так же как у штыка к винтовке Мосина. Крепился он таким канавкой, там специально это прилив, кнопочка фиксирующая и вот на ствол еще одевался, чтобы для более сильной фиксации. Повторюсь, это для нанесения колющих ударов. Он резать не мог, что ли? Нет, солдаты затачивали, конечно, там консерву скрыть, там еще что-то порезать, но это в принципе не шансовый инструмент, это именно для нанесения колющих ударов. А чего вот такие вот везде, например, у немцев такие у всех были, а у нас какие-то? В чем прикол? Такой же, наверное, не знаю. Почему у немцев все штыки были? Такие потом перешли, по сути, на такие, а мы еще использовали вот какие-то царских времен. Нет, ну, винтовка, штык винтовки Маузер, Маузер чуть позже был изобретен, еще винтовка Мосина, то есть, если винтовка Мосина 1891 года выпуска, принятие на вооружение, Маузер 98 года, и к Маузеру изначально сразу шел такой штык. Соответственно, если бы такая потребность была, вот именно на эти перейти штыки, как бы это надо было несколько миллионов винтовок просто переделать, это опять-таки затрата бюджета, и вот этот штык, я так думаю, что он дороже производства, чем простой. Вот, и руку бытового функционала у него как такового особо нет, то есть, соответственно, он чуть тяжелее в носке, то есть, как бы, ну, соответственно... А это и это является сейчас холодным оружием? Это изначально не является, по российскому законодательству холодным оружием у него нет, ручки, рукояти нет для держания. Этот образец в заводских условиях был, ну, как говорят, опущен на сталь, в заводских условиях, то есть, твердость клинка здесь искусственным образом снижена с 68 до 25 единиц. То есть, он уже по этим... Да, то есть, он по этим параметрам уже не является холодным оружием, и, в принципе, иногда такие образцы вот именно с СВТ-40 попадаются в охотничьих магазинах продажи, как сувенирное штык на Айже. Также и на Калашников сейчас также продают, то есть, ШНС, штык-нож сувенирное. То есть, как бы, это вот все из той же серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok